здравствуйте дорогие мои телезрители афонтовы и конечно подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема черенкование лилий я обещала это сделать и некоторые из вас очень ждут этого сюжета значит для того чтобы очеренковать лилию надо выбрать побег который не образовал еще цветочной почки то есть бутона если вы будете делать это ну в июне да а сейчас уже далеко не июнь то тогда обязательно делайте в стадии только появившегося бутончика который вот как ноготочек всего маленький такой почему да потому что нам надо выбрать тот момент когда растение вот этот цветонос он не истратил силы на образование бутона цветения уж тем более образование семян поэтому я выбрала вот этот вот стебель у лилии это лилии потрясающе красивые я его выбрала и срежу его под самый корень вот смотрите видите бутон не образовался растение всю свою энергию направляет на образование листьев образование вот этого вот стебля и нам нужно срезать его под самый корешок желательно оставив небольшой пенечек только нож у меня специальный и режет достаточно хорошо вот этот стебель будет использован для черенков и сейчас покажу как лилия растение не только любимое всеми она еще и не капризная она не выносит мозг все лето главное следить за тем чтобы не было переувлажнения пересадка лилии в любом состоянии даже в цветущем она не противопоказана а уж моя-то посадка в 5 литровых бутылках можно пересаживать хоть каждые 15 минут потому что все все корни все луковицы собраны в этой бутылки и никакого вреда при пересадке это им не приносит почему 5 литровые бутылки вы знаете у меня крысы подземные которые съедают все для того чтобы отчеренковать лилию заставить ее образовать корни нам нужно разделить ее на черенки ну черенки будут не очень маленькие так я думаю что вот так будет хорошо обрезаем здесь нужен прямой срез вот все-таки нужно положить ее и делать это так чтобы срезы были ровные вот один черенок вот эти листики мы уберем но желательно делать это не вот так тянуть чтобы задрать все да вот он сам отвалился ничего здесь больше обрезать не буду срез внизу косой как ему и положено наверху срез прямой как ему положено из пазух вот бывших листьях вот 1 и 2 вот здесь будут образовываться не только корни но и маленькие луковички тоже для того чтобы ускорить процесс образования корней и наплыва колюса конечно его можно также отбороздавать я покажу вам на всех черенках как это делается вот так и вот здесь видите здесь бывший листик до бороздуем для того чтобы на вот нанеся рану растению она же как все живое существо начинает собирать сюда все что в нем есть там самого замечательного лечить за лечивать эти раны затягивать их и сюда соберутся вещества которые будут так наплывать закрывая те ранки которые я сейчас нанесла вот эти вот заплывы такие белые такие знаете прямо наросты называется каллус и потом из этого каллуса белых наплывов выйдут корешки ну и конечно луковички новые а процесс нужно еще и не просто ускорить а как бы заставить заставить вещество в которой мы сейчас опустим этот черенок образовывать корневую систему еще быстрее это гетеро ауксин он у нас разведен в кружечке я утопила вот настолько к сожалению так не получается но хотя бы настолько утопила в этой в разведенном растворе и продолжаю резать на черенки мне хочется чтобы черенков было хотя бы внутри хотя бы ну я тщательно очень вот выбрала это место для черенка и разрезаю его смотрите а теперь очень аккуратно снимите листики аккуратнее чем в операционной я скажу зачем такая аккуратность нужно так пусть останется у нас два листика достаточно уберем еще третий ну вот здесь можно также как при любом черенкование удалить часть листа он очень большой и растеница это пока образует корни вот это как-то надо накормить для того чтобы все получилось так как мы хотим так также делаем бороздование смотрите 1 2 3 4 4 точки где должны образовываться корни делаем бороздование аккуратно ничего не срежьте не разрежьте ничего лишнего делать не надо но необходимое это обязательно так а теперь у нас здесь внизу срез должен быть косым вот так видите то есть площадь для того чтобы впитывать питательные вещества из почвы а сейчас пока из кружки вот раствор этого гетеро гетеро ауксина должна быть наибольшей ну под 45 градусов достаточно и мы вставляем 2 черенок туда значит делаем ну здесь получится еще максимум два потому что макушечка хотя не факт сейчас объясню почему значит вот так здесь прямо макушка у черенка всегда прямо и опять листики аккуратно отрезайте листики а знаете почему вот пока я отрезаю вам расскажу почему а потому что у лилии даже листья могут дать вам новое растение не верите а вы попробуйте очень рекомендую потому я так аккуратно и тщательно их срезаю это тоже лишний верхней части листья все больше и больше вот у нас получился такой черенок ему на половину удаляем листья вот так удобнее сделать и так будет безболезненнее для растения всегда черенки выглядят вот так вы можете если эта макушка там да можете один лист оставить это мы посмотрим на черенкование жимолости например так также наискосок и желательно чтобы вот там где листик последний да где пазуха листа он у нас срез был не к нему направлен вот так вот да а вот наоборот чтобы максимально вот под 45 градусов сейчас покажу вот я обрезала а вот здесь вот будут развиваться корешки здесь есть достаточно места для этого об этом тоже помните ну естественно бороздование и это надо нанести вот прямо около каждой пазухи бывшего листа делайте аккуратно и не торопитесь пожалуйста вот так всего мы поранили растение отправляем его сюда вот я хочу макушку вам показать так и получится вот еще пара черенков вот она макушка вся очень хорошо облиственная листики мы обязательно от черенку им то есть попытаемся получить готовые растения и из них тоже да ничего и не придумала это все давно известно лилия уникальное растение у нее и бульбочки есть она и так размножается у нее и стебли черенками размножаются и луковицу материнскую можно отделить и оставить куст уже с над луковичными корнями не надо бояться вы попробуйте хотя бы один раз только аккуратно листья нужно прямо вот около пазухи срезать чтобы не оставалось никаких там куска листа или всякого ненужного естественно мы обрежем большие листья так так вот так ну оставим два центральных не отрезанными они маленькие и от бороздовав вот это все все это естественно отправляем в нашу кружку с раствором гетеро ауксина так правильно называется это вещество так ну и вот этот черенок который предпоследний вот когда режете ну постарайтесь прямо вот вот хотя бы вот так вот аккуратно как лесорубы знаете сверху сучья рубят и вы делаете также чтобы ничего не поранить лишнего понимаете не задрать вот эту поверхность и этого стебля до работа такая нудная но зато купив лилию одну за 300 рублей а то и более вы получите себе впоследствии растения совершенно бесплатно но здесь тоже парочку листьев надо обрезать многовато ну вот так можно отправлять сюда обороздавание боже мой забыла 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 так все вот все таки упор должен быть сразу выделяется сок то и суда сразу бегут спасатели помощники вот такое растение как лилия должно простоять в этом растворе она не не древенистая у него очень сочный зеленый стебель поэтому лилии достаточно поддержать в растворе укоренителя корневина как его называют до гетеро ауксина достаточно 6 часов после того как она 6 часов отстоит там мы ее пойдем высаживать и я покажу как ну как будто 6 часов прошло лишь не могу 6 часов заставить вас ждать когда процесс закончится что я делаю с листьями видите складываю да все я их сложу сейчас пачечка их можно связать резиночкой так помните наши чешуйки как они хорошо развиваются всего чешуйки получается очень большое количество замечательных луковичек даже как такой кусок листа это годится но мы возьмем те которые действительно ну как бы у нас их много которые действительно укоренятся совершенно без проблем и также вот этим вот местом где лист крепится к стеблю мы опускаем в этот же укоренитель кстати сказать все что вы будете черенковать впоследствии либо разводите этот же гетеро ауксин или воспользуйтесь таким препаратом как циркон циркон прекрасный корнеобразователь 1 ампула на 5 литров и вместо простой воды поливайте свои черенкованные растения черенки именно раствором циркона процесс образования корней пойдет гораздо быстрее причем циркон он еще адаптер очень хороший то есть растение испытывает стресс его же поранили вы просто порезали разрезали разорвали на куски листья все отрезали конечно это шок для растения и его надо как бы успокоить снять этот стресс так вот циркон делает и это тоже особенно когда на улице жара стоит несусветная а вот если хотите успокоить растения после пересадки после поливки какими-то химическими удобрениями и опрыскивания тогда когда прохладно воспользуйтесь таким препаратом как эпин экстра он тоже адаптер а теперь пойдем и высадим наши черенки все черенки которые вы делаете желательно бы высадить для подращивания в такое место где с утра солнышко есть часов до 12 да ну до часу а потом пускай будет тенечек иначе растение будет просто погибать на этой жаре не всегда удается полить каждый день можно конечно и на солнце но надо прикрыть укрывным однозначно причем плотность его должна быть не 17 не 32 и 42 а все-таки наверное шестидесяточка но 42 может и годится но 30 и 17 грамм на метр не годится я готовлю место так вот вдоль посадки помидор делаю траншейку меня достаточное количество черенков сюда еще что нибудь войдет может сюда еще вернемся с чем-нибудь так прежде чем вообще эти черенки посадить под 45 градусов желательно головой на юг чтобы солнце скользило по ним а не упиралась в них не обжигала надо пролить бороздку и очень очень сильно почва должна быть питательной рядом не должно быть растений которые с ними несовместимы по природе здесь таких нет я надеюсь что нет проливаем как следует так почва влажная пускай впитается ну а я на глазах у изумленной публики сейчас посажу эти черенки я надеюсь что вам этот метод понравится он простой надежный и очень понятный тем более бесплатно они все готовы вы держите их не менее 6 часов пожалуйста это поможет им адаптироваться но если у вас ничего нету из корня укоренителей но тогда уж без них обойдитесь я надеюсь у вас тоже все получится просто попробуйте и вы будете точно знать приживутся они или нет не ну а как вы хотели горький опыт это самый лучший опыт начинаем так значит головой на юг так выберем самый вот этот толстым вот так вот так и вот этим срезом косым посмотрите опускаем вниз вот так чтобы проникновение влаги было максимальным вдавите его туда вот так очень плотно а теперь обожмите его влажной почвой сверху мы засыпем потом сухой берем второй черенок опять внимательно смотрите косой срез ага косого среза тут как раз и нету да сейчас мы его сделаем так здесь косой срез тоже нет а вот здесь есть уже было старушка бывает косым срезом вот он видите вниз вот так и опять его вот прямо под 45-30 градусов вдавливаем туда и снова прижимаем так что у вас вот-вот прям вода из под пальцев облегание должно быть стопроцентным косые срезы я сделала я могу забыть сделать но я никогда не забуду сказать о том что я забыла я не такая уже совсем беспамятливая значит косой срез всегда вниз и еще вводим прямо вот так плотненько плотненько но расстояние можете увеличивать но вот все места где были листья должны уйти под землю на них будет образовываться колес и естественно корневая система впоследствии так еще один черенок ну вот так вот очень плотно не ленитесь просто воткнуть нет ребята ничего не выйдет результат будет отрицательный сто процентов косым срезом вниз и все пальчиками здесь не надо ногой и лопатой не надо и все просто все прижали как следует а теперь присыпем присыпем сухой почвой для чего а вот для того чтобы почва у нас не пересохла и не пошла такими трещинами когда на почве появляются вот эти трещины мелкие крупные тогда вода которая поднимается снизу а у нас вода все время вот так вот ходит до поверхности и вниз до поверхности и вниз напоит корни и опять вниз ушла все остатки пошел дождь все вниз потом вверх а вот для того чтобы вода в трещины не вылетала и не испарялась надо чтобы поверхность была такой мелкодисперсионной то есть мелко-мелко взрыхленной вот так это называется засыпаю засыпаю сухой почвой и это сохранит влагу надолго можно отмульчировать ну перегной здесь вряд ли уместен если только травяной тогда да а коровий ну нет лилии не любители в основном все виды лилии любят нейтральную почву и не очень большое количество влаги чтобы не развивались лишние болезни влаги должно быть столько сколько им надо ну а теперь мы передвинемся вот сюда поближе и я хочу также присадить наши листики можете дать листьям постоять часов десять это для них будет очень полезно но не передержите они могут вот так вот и расквасятся значит мы будем их присаживать не по одной штучке а по три ну я бы даже сказала по пять это один и тот же сорт ничего страшного не будет если у вас вдруг через год образуется куст большой правда же я тоже так считаю но здесь немножко технология будет посложнее потому что уберем все чтобы не закрывала вам обзор значит делаю вот так пальцами ложе укладываю листья посмотрите также под 30-45 градусов вот так на искосок вот так 45 градусов знаете что такое прямой угол так прижимаем вот так вот делаю ложе запоминайте движение это очень просто на самом деле вот они тут у нас раз два три раз два три ну пять возьмем уже для идеала так и плотно-плотно на одну третью часть листа закрываем почвы и вдавливаем чтобы прилегание было стопроцентном так делаем ложе вот так и еще пять видите как простенько и со вкусом да а в принципе кому вообще жалко свои лилии да возьмите вы макушки по обрежьте пока они не зацвели в этом году не цветут но велика беда зато на следующий год будут мощнюги а зато вы листиками размножите свои лилии совершенно безболезненно не потеряв никого так раз два три четыре пять здесь у нас еще три партии будет очень даже замечательно я делаю им ложе делаю пригорчик чтобы они могли как бы полу стоять а не полу лежать ну а здесь будет по четыре разницы нет большой смотрите вот они все до их основание листа оно все в почве и вот так плотно прижимайте землей на одну треть зеленая часть будет работать на солнце а вот нижняя часть вот это вот основание вот это будет работать на образование корней то же самое что с чешуйками практически то же самое так так смотрите все прижато все посажено теперь также засыпаем их конечно можно полить но мы так плотно прижали влажной почвы что это в принципе не требуется поэтому вот так из междуряди засыпем сухой землей для того чтобы испарение влаги было минимальным не забудьте что их поливать надо конечно не каждый день ну хотя бы раз в два-три дня чтобы это все у нас не засохло не пересохло но для страховки и гарантии закройте полоской укрывного и это будет правильно ну черенкование лилий ну как оказалось да вообще ничего не стоит и все правда не трудозатратно я вам желаю успеха потому что лилии это цветы богородицы и чем больше их на планете земля тем лучше всего вам доброго и до свидания и и